Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела вам рассказать про то, что необходимо сделать для того, чтобы наши хризантемы успешно перезимовали и встретили Новый год наступающий в хорошем состоянии, здоровье и красоте. Каждый любитель этой культуры прекрасно знает, что хризантема – это культура, которая не очень любит пересадку в осеннее время. В условиях Беларуси и до центральной части России эта культура не успевает нормально укорениться, если ее сажаешь осенью. Поэтому сейчас самое время побывать в гостях у своих знакомых, побывать в ботанических садах, посмотреть на цветущие эти растения и оценить всю их дикорастинность в данный момент, чтобы наметить планы на будущий год. Сейчас ваша задача – выбрать сорта, которые вам наиболее понравились, и правильно записать их название. Ну а на следующий год, весною, уже приобретать посадочный материал этих растений, так, чтобы они у вас хорошо себя чувствовали и хорошо у вас цвели. Не очень хорошей идеей является покупка цветущих кустов хоризонтем, особенно корейских хоризонтем, не мультифлор. Последующая высадка их в грунт в осеннее время, потому что растения такие чаще всего не успевают нормально укорениться и перезимоваться. Другой вопрос, если вы эти растения на зимовку пересадите, перевалите в какую-то большую кадушку или горшок большой, и они у вас будут взаимоваться в защищенном месте, например, на застекленной террасе какой-то, либо в подвале, где поддерживаются низкие положительные температуры. Чтобы хоризонтемы цвели долго, продолжительно и красиво, сейчас самое время провести последнюю подкормку в этом и сезоне. Как правило, хоризонтемы в это время нуждаются в быстро усваивающихся формах минеральных удобрений. Можно использовать любые готовые смеси для цветочных растений, для цветущих растений, в которых идет пониженное содержание азота. Это, например, может быть удобрение фертика, оно хорошо себя показало в условиях ботанического сада. Но также есть некоторые другие, например, классическая советская нитромофоска. Это хорошее комплексное удобрение с небольшим содержанием азота и с достаточно сбалансированным содержанием фосфора и калия, которое как раз необходимо сейчас хоризонтемам. Можно также проводить подкормки, смешивая простые удобрения, такие, как сульфат аммония, суперфосфат и сернокислый калий, потому что хлористый калий вообще хризонтемы не очень хорошо принимают. Они хоть и нуждаются в калии, но они не очень любят хлор. Также можно использовать настой древесной золы для подкормки и добавить туда небольшое количество азотных удобрений, но совсем чуть-чуть. Если стоит сухая погода, то, естественно, подкормку лучше проводить в жидком виде, растворяя удобрения в лейке с водой, поливая по периметру кусты, стараясь не попадать на листья, потому что если будет в дальнейшем светить солнце, могут появиться солнечные ожоги, могут быть пятна на листьях, также это может спровоцировать развитие грибковых заболеваний. Если погода достаточно влажная, прогнозируется в ближайшие дни дожди, то вполне достаточно раскидать удобрения вокруг куста, немножко подрыхлить землю и оставить все это на откуп природе. В принципе, хризонтемы имеют поверхностные корни и они легко впитывают удобрения, которые находятся в верхнем слое почвы. Почему так много внимания я отвела вообще к моменту подкормки хризонтем? Дело в том, что хризонтема – это та культура, которая кормится одной из самых последних в этом сезоне. Позже хризонтем не подкармливает никого. А поскольку хризонтема еще будет свести осенью, ей нужно провести до начала сентября вот эту последнюю подкормку. Что еще важно сделать в этот момент? Хризонтемы – это культура, недолговечная на одном месте. Максимальный срок, который она может без пересадки выдержать на одном участке – это 3-4 года. Как правило, уже на второй год, если вы вовремя кормите, если у вас достаточно плодородная почва, хризонтема израстается, и кусты очень часто после уже второй зимовки выходят наполовину погибшими, часть из них вообще пропадает. Поэтому для того, чтобы хризонтемы хорошо себя чувствовали, конечно, важное значение имеет ее своевременное деление и пересадка. Если вы впервые услышали про то, что хризонтемы надо делить как можно чаще, рассаживать, и вы видите, что у вас есть кусты, которые уже достаточно старые, сильно разросшиеся, вы понимаете, что уже в этом году пересадить их поздно, некогда. Есть, в общем-то, несколько способов, которые позволят сохранить хризонтемы в хорошем здоровье до весны. Но первый способ – это мульчирование почвы вокруг кустов, поскольку у хризонтем достаточно высоко расположенные корни. Для хорошей зимовки важно сохранить вот эти именно поверхностные корни. Мульчировать можно скошенной газонной травой, можно мульчировать соломой. Единственное требование, что газонная трава должна быть подсушенная. Мульчировать можно прямо сейчас, в данный момент начинать. Ближе к осени, если вы видите, что у вас есть кусты, которые вызывают сомнения в плане зимовки, можно использовать для укрытия почвы опавший лист. Есть породы, листья которых нежелательно использовать для мульчирования. Это такие породы, как осина. Ее лист очень сильно закисляет почву. Это грецкий орех. Ну, также другие виды орехов – манчжурские, серые. Они выделяют в почву вещества, которые препятствуют нормальному росту хризонтем. Если укрывается почва плохо разлагающимися листьями, типа листьев дуба или клёна астролистного, то такие листья необходимо весною убирать, поскольку эти листья не будут разлагаться, но они будут мешать создавать определенные сложности для роста хризонтема в следующем году. На крайний случай, если у вас нет в наличии никакого мульчирующегося материала, можно использовать для улучшения сохранности хризонтем мульчирование компостом перепревшим, можно использовать мульчирование торфом, но желательно перед этим торф раскислить, то есть использовать уже раскисленный торф, поскольку хризонтемы не очень любят кислые почвы. Насыпается мульчирующий материал, если это нерыхлый, типа опилок соломы или травы, слоем небольшим, до 5 см. Если это рыхлый органический материал, типа соломы, он насыпается большим слоем, до 10-12 см, поскольку во время зимы эта мульча очень сильно уплотняется, оседает и частично разлагается за зиму. Особенно хорошо разлагается газонная трава. Если же вы не надеетесь на зиму, которая в ваших условиях может быть, например, вы знаете, что у вас зимой очень часто бывает голая земля, мороз, и условия для зимовки хризонтемы не очень подходящие, то, естественно, растения для нормальной сохранности их выкапывают, либо прикапывают в теплицах, которые на зиму не снимаются. Ну, это может быть стационарные поликарбонатные теплицы. Единственное, что если вы прикапываете в высокие поликарбонатные теплицы свои растения, их поверху надо еще обязательно прикрыть спонбондом, поскольку в зимнее время все-таки температура в таких теплицах, она достаточно сильно опускается. Если у вас еще идет поверх воздушно-сухое укрытие из спонбондика, зимовка будет гораздо более успешной. Также можно хранить вот эти растения в горшках, либо в тазах больших, люди это делают, в ведрах, в условиях погребов, если у вас есть такой погреб. Некоторые сохраняют вполне успешно, если это небольшое количество сортов, на застекленных лоджиях, балконах, на террасах каких-то. Там, где зимой, у вас низкая плюсовая температура, в районе плюс 10, плюс 5 градусов, то есть не больше. При больших температурах в зимнее время, конечно, хоризонтемам тоже не очень хорошо. Если в осеннее время вы заметили, что какая-то часть вашей коллекции хоризонтем была сильно повреждена грибными заболеваниями, такими как фузариоз, такими как серый гниль, антракнос, которые выражаются в пятнистости листьев, в увядании бутонов, в усыхании нижних листьев, то такие растения перед зимовкой желательно обработать. Во-первых, перед зимовкой полностью срезается надземная часть и тщательно выгребается весь опавший поврежденный лист вокруг кустов, так, чтобы на почве оставалось как можно меньше возбудителей данного заболевания. Кроме того, можно провести осеннюю истребляющую обработку любым медь-содержащим фунгицидом, ну, например, бордосской смесью. Это классический препарат, в принципе, для хоризонтемы он безвреден, и если у вас хоризонтема не растет в огороде, то, в общем-то, никакого вреда окружающему он не нанесет. Если вы видите, что ваше растение перед зимовкой выглядит хорошо, у них нет в большом количестве поврежденных листьев, они хорошо цветут, то в условиях малоснежных зим, а такие у нас повторяются все чаще и чаще, можно обрезать надземную часть не полностью, а только наполовину. То есть вы срезаете соцветия, которые в зимнее время очень часто портятся, накапливают влагу, вызывают гниль куста, оставляете стебли с листьями. Эти стебли, они помогают задержать снег, они являются каким-то естественным таким утеплением для корневищ хоризонтем, которые остаются в земле. В таком виде хоризонтемы зимуют лучше. Но, естественно, если вы видите, что у вас растения сильно повреждены, то, конечно, лучше удалить надземную часть полностью. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, что тема была интересной. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите их в комментарии, я с удовольствием отвечу.